День, похоже, был в самом разгаре. Солнце, или точнее некая звезда, вокруг которой вращалась эта несчастная планета, стояла в зените. И, несмотря на довольно прохладный ветер, припекало оно знатно. Мои босые ступни легко шагали по плотной поверхности нашего импровизированного аэродрома. И все бы ничего, да только осколки камня, стекла и куски металлических оснований, коих тут было немеренное количество, заставляли постоянно глядеть под ноги. Спустя пару минут, отдалившись от челнока на добрых пару десятков метров, мы замерли и стали осматриваться. А я почувствовал, что помехи в виде строительного мусора моим ногам уже до лампочки. Привык? Прячься! Резкий рывок трасти едва не выдернул из сустава кость моей правой руки. Хотя это была бы невысокая плата за спасенную жизнь. Уже укрывшись за громадным обломком какой-то металлической конструкции и вглядываясь в крохотную щель между двумя балками, я смог разглядеть двигающихся к нашему челноку существ. Невооруженным глазом можно было отличить краснокожих толстяков пулов от любой другой известной мне расы. И я, конечно же, оказался прав. Единственным отличием от уже виденных нами на корабле особей было то, что все щупальца этих мобов были обрамлены у основания широкими металлическими браслетами. А вместо кителя или рабочего пиджака эти ребята носили некий бронированный доспех. Или, скорее, даже скафандр. Достигнув цели, уродливые захватчики обступили мой летательный агрегат и принялись его осматривать. А я пристально вгляделся в одного из любопытных врагов. Рядовой солдат. Пул. Десантник. Уровень 10. Здоровье 1000. 100%. Энергия 500. 100%. ФЗ 1%. С 1%. Их было довольно много. Около 20 юнитов. И все что-то булькали, разглядывали сам корабль, окрестности вокруг, забирались в его нутро. И именно последний пункт заставил меня затаиться и перестать дышать. Через пару секунд наружу было извлечено тело убитого мною водителя челнока, который так до сих пор там и лежал. Глядя на это безобразие, как на грабеж собственной квартиры, я лишь молился всем, кому только мог, о том, чтобы они оставили челнок нам. Но, видимо, в сценарий моего путешествия такой подарок, как личный летательный агрегат, не входил. Проводив взглядом водруженного на носилки моба и улетевший челнок, повернулся к замершей рядом со мной и точно так же взирающей на то, что происходило в паре десятков метров от нас страсти. Какие есть идеи? Поинтересовался я, рассудительно предположив, что раз уж эта особа является моим проводником по этому сценарию, то ей здесь и рулить. К тому же, еще до погружения в игру, я успел вычитать на сайте, что подобная фраза или ее аналог с предложением помощи любым дружественным, а иногда и нейтральным НПС, позволяет получить задание. Как посмотреть список своих заданий, я пока не нашел. Хотя на том же сайте читал, что у каждого игрока должен быть какой-то коммуникатор или же любой его аналог, в котором будут храниться разного рода записи, в том числе и квесты. «Действуем по старому плану. Нужно попытаться связаться или отыскать моих друзей», — сказала она, не отрывая взгляда от щели между балок. «Ты ведь мне поможешь в этом деле?» Внимание! Доступно задание «Друзья моих друзей». Описание. Помогите Трасти отыскать ее друзей из фракции головорезов. Награда за успех. Репутация с фракцией головорезы — плюс 500. Опыт — плюс 200. Штраф за провал. Репутация с фракцией головорезы — минус 10 тысяч. Принять. Отказаться. «И это, по-вашему, честно?» — гневно подумал я, тем не менее нажимая на кнопку «Согласие». А ведь сработала подсказка. Хотя, думаю, и без нее рано или поздно сиянка его бы предложила. Иначе чем бы нам пришлось заниматься? «Конечно, помогу. Так они должны быть где-то здесь?» Удивился я такой удачи. «Эта планета ведь огромная, точно уж не меньше моей родной Земли. А, следовательно, приземлись я на другом континенте, и шагать бы нам пришлось лет сто. Это к гадалке не ходи. Нет, они на другом континенте». Тут же посадила меня обратно в лужу сиянка, но быстро одумалась и вытащила обмочившего штаны напарника на сушу. Но я знаю, как нам туда довольно быстро добраться. Все, ушли. Облегченно выдохнула она. «Если бы они стали нас искать, я бы со всеми одна не справилась». «Эй, а ты так и не вспомнил, чем занимался до потери памяти?» «Нет», — хладнокровно соврал я, но затем решил накинуть наживку на возможный ништячок. «Но я тут, когда угонял челнок, оторвал сидящему там механику ноги и двумя такими штуками забил беднягу до смерти и действовал при этом довольно ловко. Может быть, это нам как-то поможет?» «Двумя руками, — говоришь, — ловко орудовал». Задумчиво протянулась и Янка. «А что, можно попробовать. Но позже. Сейчас у нас нет времени на всякие глупости и эксперименты. По дороге разберемся». После этих слов она развернулась и бодро зашагала в противоположную от места нашего приземления сторону. Я, конечно же, последовал за ней, на ходу размышляя о словах своей напарницы о быстром перемещении на другой континент. Как она собралась это провернуть? Ведь стоит оглядеться по сторонам, как становится ясно, что уцелевших приборов, средств передвижения или даже зданий тут днем с огнем не сыщешь. Наше путешествие проходило по некоему разрушенному городу. Петляя по уничтоженным улочкам которого, Трасти впала в глубокую депрессию и наотрез отказывалась со мной разговаривать. Глядя на эту серокожую особу, я давал себе отчет в том, что она, по своей сути, всего лишь программный код, поданный моему мозгу как симпатичная иноземная особь женского пола. Но даже зная все это, я искренне недоумевал, как наши великие умы научились заставлять программу испытывать такие живые эмоции совершенно самостоятельно. Я крутил головой, разглядывая местные достопримечательности. Вот слева я заметил отличнейший уничтоженный до основания кирпичный, скорее всего, жилой комплекс. Судя по количеству испорченного стройматериала, ранее бывший этажей так в 20 в высоту. А справа распростер свои шикарные объятия выкорчеванный до последнего пенька лесок. Или, если судить, по пересохшему пруду в его центре, скорее какой-то парк. Под ногами хрустело стекло и скрежетали каменные обломки. Но мне было бы хоть хны. Мы вышагивали по растрескавшейся дороге из материала, напоминавшего обычный асфальт. Вот только цвет он имел голубоватый, а идеально гладкая поверхность говорила о том, что земное средство передвижения в этом месте не проехало бы. Сцепление с дорогой пришлось бы добиваться исключительно варварскими способами. А значит, тут было что-то другое. «Трасти, хватит уже молчать!» Недовольно буркнул я, догнав свою провожатую. «Скажи лучше, как вы...» «То есть мы...» «Передвигались по городу». «На гонтах», — сухо ответила она. А в моем мозгу стало на один вопрос больше. «Ты что, и это забыл?» «Забыл», — снова соврал я. «Что это такое? И с чем его едят?» «Ничего не надо есть», — не сбавляя темпа, ответила сиянка. «Надеваешь гонты на ноги, активируешь, принимаешь стойку и несешься вдоль дорог. Знай, успевай сбрасывать скорость на поворотах». «Ничего не понял». «Ну да ладно», — махнул я рукой. «Ну а на большие расстояния...» «Мы уже почти пришли. Давай сюда». С этими словами Трасти резко свернула вправо, избавив нас обоих от нужды перебираться через виднеющийся в непосредственной близости завал из руин какого-то здания. Невысокая постройка из покореженных металлических балок и разбитого в мелкую крошку стекла встретила нас пыльным запустением. Небольшое помещение с прожженным креслом, стоявшим у широкого окна, и подпаленные остатки стола рядом, навевали грустные мысли о тленности бытия. Судя по всему, это какая-то коморка сторожа. Но что же он охранял? Ответом на мой вопрос стала внезапно открывшаяся с диким лязгом и скрежетом металлическая дверь. Уж не знаю, как она еще сохранила свои функции, но повторить этот подвиг несчастный механизм не сумеет даже при помощи могущественного колдуна или даже инженера. Глухая темнота открывшегося коридора будоражила в сознании детские страхи и животные инстинкты самосохранения. Но моей храброй провожатой такие эмоции, видимо, были незнакомы. Потому как, не говоря ни слова, она решительно переступила порог и быстро растворилась в неизвестности затхлой черноты. Тихо взвыв, я сорвался с места и быстро догнал свою спутницу, с каждым шагом понимая, что начинаю видеть все лучше и лучше. И в результате через дюжину шагов я уже вполне различал окружающие нас предметы. Мог разглядеть облупившиеся стены и рухнувший в нескольких местах потолок. Посмотрев на легко шагающую рядом со мной трасти заметил, как ярко светятся ее янтарные глаза, что на фоне сумеречного полумрака остального окружения позволило мне догадаться, что ночное зрение это своего рода наша природная особенность. Что ж, неплохой бонус. И на том спасибо. На протяжении всего пути коридор довольно круто уходил вниз, а следы разрушений с каждым пройденным метром встречались все реже. Видимо, из-за толстого слоя почвы над этим местом невиданная сила, уничтожившая город на поверхности, досюда просто не достала. Судя по всему, это место служило неким аналогом бомбоубежища или скорее метро. Догадка, внезапно возникшая в мозгу, заставила нарушить гнетущую тишину и обратиться к трасти. «Так это средство передвижения находится глубоко под землей, да?» «Ты что, внезапно все вспомнил?» — серьезно спросила она, но, увидев мой отрицательный кивок, грустно выдохнула и продолжила. «Да, это своего рода телепортационный пункт. Если ты не помнишь истории Туталы, наша технология не могла позволить перемещаться более чем на пару километров сразу. Но тихлинги научили наших ученых совмещать магию и инженерию в одно искусство. И теперь мы легко сможем оказаться на другом полушарии планеты, если, конечно, там уцелел хоть один телепорт. Не вспомнил? «Нет. А ты уверена, что они еще хоть на что-то годны?» — обеспокоенно спросил я. «Я думал, что эти пулы уничтожили вообще всю технику на Тутале. Там ведь наверняка нужен хоть какой-то управляющий или питание. Технология мага-инженерии позволяет управлять телепортами мысленно, подпитывая его при необходимости собственной энергией. Поучительно. Словно десятый раз объясняя самому глупому ученику в классе, ответила Трасти. «У меня ее не так много, как хотелось бы, а у тебя и того меньше. Но все же этого должно хватить». Спуск наконец-то завершился, и перед нами предстал еще один охранный пункт, но в этот раз уже не столь покореженный, как тот, что был снаружи. Стекла уцелели, да и опален видно не было. Судя по всему, враг сюда так и не добрался. Однако куда в таком случае делись все местные жители, решившие в тот роковой час спуститься сюда и перенестись на какой-нибудь местный курорт? И еще, зачем было делать их так глубоко? Нет уж, лучше приберегу эти вопросы на более подходящее время. А то, чует мое сердце, скоро эта сиянка заподозрит во мне шпиона, прикинувшегося ее сородичем, и придумавшего потерю памяти, дабы разнюхать все, что мне нужно, не привлекая внимание своей неосведомленностью. Справившись своим волшебным пальчиком с очередной дверью, девушка зашагала вглубь открытого пространства. Свежий прохладный воздух, глуждающий в этих местах, приятно бодрил и наполнял каждую клеточку моего нового тела некоей энергией. А приятный каменный пол позволял моим грубым босым ногам отдохнуть от мелкого крошего стекла и камней. По обеим сторонам просторного каменного зала располагались квадратные кабинки, на полу каждой из которых я заметил небольшой металлический круг, украшенный четырьмя неизвестными мне символами. Направившись к ближайшей из таких кабинок, Трасти, даже не спросив моего мнения, запихала меня внутрь и, прижавшись всем телом, закрыла глаза. Успев за последние годы своей жизни отвыкнуть от подобной близости с молодым красивым женским телом, я слегка растерялся и судорожно пытался придумать куда деть руки. Но вот из-под наших ног вырвалось яркое серебристое свечение и мгновенно заполнило собой все пространство коморки, растворив в себе и наши тела. Через пару ударов сердца светоприставление закончилось, и вот мы снова стоим на камне с металлическим кругом в его центре. Объятия Трасти тут же ослабли, и девушка направилась к очередной запечатанной двери. Мы уже там? Как-то рассеянно спросил я. Ага, не менее рассеянно ответила она, а после открытия дверей добавила. Не отставай, вновь пыльный коридор и теперь уже куда более мучительный подъем, нежели недавишний спуск. Тихо, прыгнув мне на голову и едва не ударив лицом об грязный пол, шикнула сиянка, стоило нам покинуть пределы коридора освободиться от мертвой хватки сиянки, шипел я. Дай посмотреть. Заткнись и сиди тихо, шепотом ответила Трасти, едва выглядывая из разбитого окна охранного пункта. Просидев так на моей голове с пару минут, она, наконец, смиловалась и позволила мне разогнуться. Какого? Возмущенно начал было я, но та резко меня перебила. Патрули, лаконично ответила она и кивнула головой куда-то влево. Взглянув в том направлении, действительно увидел три краснолицые фигуры в серебристых скафандрах, вышагивающих между развалинами дороги и близлежащих зданий. Нужно выбираться, только тихо, но быстро. Иди за мной шаг в шаг, осталось пройти совсем немного. После этих слов сиянка выскочила из коморки охранника и опрометью бросилась бежать, ловко перепрыгивая через каменные завалы и дыры в асфальте. А в следующее мгновение могла нырнуть под пару лежащих практически у самой земли балок, проскользить по грязному асфальту, после чего вынырнуть и начать бить оказавшегося не в том месте пула десантника. Безукоризненно выполнив все, что от меня требовало трасти и с горем пополам повторив все ее акробатические выкрутасы, получил системное сообщение. Внимание! Доступно умение акробатика. Описание позволяет повысить ловкость и выполнять акробатические элементы повышенной сложности. Принять отказаться. Табличка на пол моего лица вылезла как раз в тот момент, как я сиганул под какой-то завал и виднеющуюся в его глубине металлическую арматуру, и в связи с этим принял предложение совершенно случайно, но отменить выбор уже никто не предложил. Поздравляем! Вы приобрели умение акробатика уровень 1 из 10. Описание позволяет повысить ловкость и выполнять акробатические элементы повышенной сложности. Бонус ловкость плюс 1%. До следующего уровня 100 акробатических элементов. А с другой стороны пусть уж будет. Ловкость она ведь всегда пригодится. Пока я читал и изучал свое новое умение, Трасти закончила убивать очередного десантника 10 уровня и, судя по искрам, разлетевшимся от ее стройного силуэта, получила уровень. Что ж, везет ей. А я вот до сих пор на первом топчусь. Уже сколько времени в игре, а результата ноль. Чего стоишь-то? Устало выдохнула девушка. У тебя же щупальцы в руках, чего не помогал? Заодно и удар отточил бы. Полезно. А так можно? В который раз спросил я, но в этот раз вслух. Так нужно. Устало улыбнувшись, ответила девушка. Иначе ты так ничего и не вспомнишь. Пошли, уже совсем немного осталось. Ты так уже пять раз говорила. Недовольно буркнул я, чувствуя, что меня задело ее снисходительное отношение к моим боевым качествам. Хотя, конечно, сам виноват, что стоял как истукан и не помогал. Того и гляди, может быть, и опыт дали бы за участие в убийстве моба. Бег с препятствиями продолжился. Но в этот раз все пошло как-то более гладко, чем в предыдущей. С новым умением прыгать и скользить по узким щелям стало куда проще. Якобы кто-то свыше корректировал мои действия и подстраивал их под очередное препятствие, позволяя с поразительной легкостью его преодолеть. Но все плохое, равно как и хорошее, когда-нибудь заканчивается. Вот и наш марафон по разрушенному городу подошел к концу. Свернув на очередной покореженной улице влево и нырнув в некогда жилые, а ныне уничтоженные дворы, Трасти, не избавляя скорости, мигнула, видимо, вновь войдя в это состояние незаметности, и сходу кинулась настоявшего к нам спиной десантника, все того же десятого уровня. В этот раз я клювом щелкать не стал, а присоединился к избиению местного блюстителя порядка. И пусть мои удары наносили всего лишь крохи пользы, но это было все же лучше, чем тупо стоять и смотреть, как работают другие. Вонзив острый коготь в один из четырех глаз пула, скрывающийся за стеклянной преградой его шлема в комплекте скафандра, Трасти, очевидно, достала до какого-то жизненно важного органа, возможно, даже сердца. Кто этих пришельцев знает? Отчего несчастный Пузан тут же помер, а мне пришло сообщение о полученном опыте. Опыт плюс 14. Крохи, конечно, но уже что-то. Интересно, а что значат эти цифры в скобках? Скорее бы уже появилось свободное время, чтобы залезть на форум и в энциклопедию игры. Молодец! Вдруг радостно сказала она. Да ты и правда неплохо им махаешь. Только в следующий раз, когда будешь бить, постарайся делать это слегка закручивая удар, а потом резко дергая на себя. Так у тебя есть шанс нанести больший урон и одарить врага рваной раной. Повторяй за мной. Девушка встала рядом со мной и показала прием. А я, как прилежный ученик и хороший мальчик его повторил. На третий раз трасть одобрительно кивнула и в тот же момент передо мной всплыло сообщение. Поздравляем! Вы выучили новый боевой прием рваная рана уровень 1. Описание наносит дополнительно плюс 10 единиц урона и с вероятностью в 10% позволяет наложить на противника отрицательный эффект рваная рана, наносящий дополнительно плюс 1 единицу урона в секунду. А вслед за этим на панели быстрой активации появился первый боевой скилл. Не армагеддон, конечно. Но и рим не сразу строился. Первый уровень у скилла. А как перейти на второй? С навыками и умениями понятно. Там все и так подробно описано. А тут? Что ж, продолжаем ждать свободы действий и копим вопросы. Осмотри его. Как-то через чур ласково попросил о Трасти. А я мысленно хлопнув себя полбу принялся шнырять по внешнему корпусу скафандра пула десантника. И как я мог забыть о луте с убитых мобов? Сколько лет я провел в подобных играх и при этом выпустил из головы чуть ли не главную радость всех геймеров? Сбор трофеев. Да, мои прошлые игры не имели возможности полного погружения. Но смысл и механика оставались неизменны с древних времен. Ничего нет, грустно сказал я, закончив шманать этого покойника. Кто ж так осматривает? Насмешливо сказала девушка и перевернув убитого моба сняла с его спины какой-то квадратный предмет похожий на контейнер. Вот тут они обычно хранят всякую ерунду, которая может быть нам полезна. Судя по всему, эта часть сценария была неким тренировочным полигоном для нубов, в котором мне подробно рассказывали и наглядно показывали, как нужно себя вести в игре. Что ж, спасибо. Мне ведь и вправду не мешало бы кое-чему подучиться. Открывай, протянув мне снятый с инопланетянина предмет, сказала Трасти. Будем считать это моим тебе подарком на боевое крещение. Что там? Покрутив пару секунд странный, но легкий контейнер в руках, понял, что сделан он из какого-то углепластика или скорее неопластика и сумел таки сообразить, как его открывать. Дабы не шарить в подозрительной темноте руками, перевернул сумку вверх дном, в результате чего из ее недр выпало два предмета, первым из которых оказался футляр, в котором вскоре я обнаружил странного вида наночип. Дающий силу. Класс имплант. Тип обычная. Эффекты сила плюс два. Описание. Обратитесь к биоинженеру для вживления импланта в ваш организм. Почему этот предмет показался мне странным? Ну хотя бы потому, что он отличался от любого из распространенных в реале наночипов своим биологическим происхождением. Как я это понял? Так ведь этот микрогаденыш дышал. Вторым же предметом был еще один футляр, в котором находился некий прибор, который напоминал не слишком-то сложную микросхему и размеры имел соответствующие. Примерно один на один сантиметр. Коммуникатор Z14. Класс имплант. Тип обычная. Модификации 0 из 10. Описание. Коммуникатор является вашим главным хранителем и источником информации. Осуществляет прием и передачу письменных сообщений как напрямую, так и через галактическую почту. Не занимает место импланта. Да ты везунчик, парень! Воскликнула Трасти, стоило ей рассмотреть оба отобранных у пула предмета. Считай, что сегодня твой день рождения, и сами боги удачи решили сделать тебе подарок. Такие вещи, как импланты, да еще и биологические. Вещь сама по себе очень ценная и встречается крайне редко. Пространственный карман тоже прихвати, будет куда найденные вещи складывать. Последние слова она говорила, указывая пальчиком с острым ноготком на странного вида сумку без лямок, которую я небрежно бросил к своим ногам и даже успел позабыть о ее существовании. Подняв сумку размером примерно 40 на 30 сантиметров с земли, подумал, как бы ее пристроить на свое тело. Но натренированные руки моей спутницы сделали все сами. А именно, развернули меня и просто прислонили к спине этот переносной пространственный гроб. За что он там держался, я не имел и малейшего понятия. Но неудобств никаких предвижений не испытывал, да и вес эта вещица имела самый незаметный, что могло только радовать. И что мне с ней делать? Тупо поинтересовался я, глядя на небольшой футляр-хранитель в своей руке. Когда доберемся до нашей базы, Тим вживит его тебе в организм. Такие штуки, как импланты, поднимают показатели характеристик твоего организма. Если верить моему коммуникатору, то конкретно этот поднимает силу. Совсем на чуть-чуть, но все же. А сколько всего таких вот штук я могу напихать в свое тело? Поймав волну, решил я выжать из спутницы максимум информации. Не больше пяти. Тоном преподавателя покладисто ответила Трасти. Иначе начнется отторжение, и ты можешь умереть. А это, если на тебе нет божественного знака, навсегда. А даже если и есть, то с вероятностью в 90% после смерти сгорят абсолютно все импланты, и восстановить их потом будет невозможно. Что за божественный знак такой? Продолжал я свое бестолковое расследование азов геймплея. Но, видимо, свой запас вопросов я только что истощил. Ведь вместо ответа Трасти сердито сдвинула брови и, отвернувшись, зашагала мимо очередной груды развалин какого-то кирпичного здания. Неужели ты и этого не помнишь? Спросила она, как только я догнал ее и пристроился рядом с самым невинным выражением на лице. Честное слово. Вновь слукавил я, подняв правую руку для убедительности. Но то ли это было запрещено сценарием, то ли и правда существовало какое-то ограничение на количество задаваемых нубом вопросов. Но отвечать сиянка мне не собиралась. Что ж, тогда попробуем зайти с другого боку. На ходу протянув девушке коробочку с коммуникатором, я спросил. Ну, хотя бы об этом расскажи. Я ведь правда ничего не помню. А выживать мне как-то придется? В этот раз сработало. Перескочив через очередное препятствие в виде полутораметровой трещины в земле, трасть остановилась и, взяв у меня из рук футляр, приставила его к своей левой руке. И холодным тоном начала рассказ. Коммуникатор модели Z. Нехороший и неплохой. Средненькая модель, но зато имеет 10 гнезд для модификаций, с помощью которых можно разогнать его до таких высот, что любой самый навороченный коммуникатор Эльдар перегорит от зависти. «Это все, конечно, хорошо», отмечая для себя щедрость разработчиков, сказал я. «Но как его использовать?» «Доберемся до базы, Тим тебе все расскажет и покажет, если, конечно, жив остался». Последняя реплика была сказана с такой печалью, что я на мгновение решил, будто девушка сейчас начнет плакать. Но нет, не того поля ягодка. Зло опустив брови, она всучила мне футляр и снова отправилась по одному ей известному маршруту. И дураку было бы понятно, что трогать девушку в таком состоянии опасно для жизни. А в моем случае еще и чревато началом игры с нуля. Я себя в зеркало не разглядывал, но что-то мне подсказывало, что того мифического божественного знака на нем не было. И пока я не выясню, как мне его заполучить, умирать лучше не стоит. Хотя, возможно, это относится только к НПС. У специальных сценарийных такой знак есть, а у обычной стражи, допустим, уже нету. Преодолевая горы развалин и впадины треснувшей земли, шагали мы довольно бодро. Но и при этом путь до мифической базы друзей моей подруги как-то подзатянулся. К своему удивлению, очень скоро в желудке я почувствовал знакомые нотки вибраций, обозначающих, что мой организм требует пищи. Но самое ужасное было то, что с каждой минутой, в течение которой я уверенно продолжал игнорировать это чувство, оно становилось все острее, и спустя час пути я готов был волком выть от ощущения, образовавшейся в моем желудке пустоты. Внимание! Вы голодны! Срочно съешьте что-нибудь! Эффект регенерация минус 50%. «Трасти, погоди секунду!» Прижав руки к каменному прессу своего аватара, окликнул я вырвавшуюся вперед девушку. «Что у тебя?» Грубо шикнула сиянка, при этом не сбавив скорость и на сантиметр в секунду. «Не вздумай останавливаться! Если мы не доберемся до нашей базы до заката, нам точно конец! Тут дроиды-разведчики каждый сантиметр руин просканируют!» «Нужно перекусить!» Как-то смущенно ответил я. «Ну да, она мне про спасение наших задниц, а я о нуждах своего организма!» «Нет, безусловно, в максимальном приоритете у нас сейчас выполнение квеста о достижении той базы, о которой сиянка безумолку повторяет!» «Но вот закралась в мою извилину одна навязчивая мысль, что если я в ближайшее время не умну хотя бы кусок сухого хлеба, то спасать уже будет просто некого!» «Да, есть такое!» Вопреки моим страхам согласилась Трасти, вызвав тем самым в моей душе огромную волну нежности и прочих положительных чувств к собственной персоне. «Давай поищем по пути какой-нибудь магазин или склад!» «За три дня после зачистки еда не должна была успеть испортиться!» После этих слов Трасти свернула с дороги, на которую мы только что спустились и продолжив путь по обочине принялась сканировать лежавшие у нас на пути руины на наличие съестных припасов или хотя бы вывески, гласящие, что они там должны находиться. Моей тропой стала обочина на противоположной стороне дороги, оказавшись на которой я занялся тем же самым, что и Трасти, периодически отвлекаясь на собственные мысли, последней из которых была «Интересно, а что это за зачистка такая, после которой вся планета лежит в руинах?» Нет, ну правда. Судя по тому, что я уже успел тут услышать и узнать, все существа, попавшие под какие-то магические или технологические лучи, мгновенно превратились в некую питательную смесь для пришельцев. Причем это не спасло даже тех бедолаг, которые находились в нескольких десятках метров под землей, в залах телепортации. Но как же так получилось, что здания наверху все уничтожены практически а вот магическое метро целехонько. И пусть там пыльно и свет не горит, но все работает и выглядит целым и невредимым. Нужно запомнить посмотреть на сайте историю планеты Тутталла, иначе любопытство меня просто сожрет. Как и мой собственный оголодавший желудок, который, кажется, уже начал переваривать внутренности аватара. Остановись, проклятый каннибал, сейчас я найду тебе какую-нибудь косточку повкуснее. И действительно, не прошло и пяти минут согласки этого оптимистичного заявления, как Трасти окрикнула меня и скрылась в полуразрушенном одноэтажном здании. Бросившись за девушкой, я едва не рухнул на асфальт, запнувшись об притаившийся металлический штырь, но в последний момент умудрился переместить центр тяжести и сделать сальто. Одобрительно хмыкнув от осознания того, что мои умения становятся не просто словами, а имеют реальную пользу и облик, я прибавил скорости и влетел в здание, где должна была находиться еда. «Смотри, что я для тебя нашла!» Радостный голос сиянки доносился откуда-то из темноты, и видно, в этот момент девушку не было. Но спустя десяток секунд, когда глаза привыкли к обстановке, царящей в этом месте, я понял, что быть здесь больше не хочу. Трасти стояла у лестницы, ведущей в какой-то подвал или погреб, а в зажатом кулаке на вытянутой руке у нее висела и яростно шипела огромная, примерно метр в длину, крыса. Вездесущий мышь, животное, всеядный, уровень 2, здоровье 150, 100%, энергия 75, 100%, FZ 0%, S 0%, мышь? А мягкий знак на конце где? А вездесущий, то есть он мужского рода? Мышь. Ну-ну. Сейчас же выкинь эту гадость, чуть ли не по слогам, медленно произнес я. Мышей и даже крыс я никогда не боялся, да и вообще живые твари никогда не вызывали в моем сердце трепет, даже если говорить о пауках, змеях или тараканах. Но такие габариты у казалось бы вполне безобидные зверушки заставили чувствовать себя неуютно и даже в какой-то опасности. С удовольствием, насмешливо сказала Трасти и швырнула мыша в меня. Отскочив с траектории падения моба, я тут же взялся за щупальцы пула обеими руками и с размаху ударил несчастную тварь по спине. Урон 18. Раздался яростный писк обиженного создания, после чего развернувшись, мышь кинулся на меня, метя острыми торчащими зубами прямиком в незащищенное горло. Но стоять на месте я не собирался. Вместо этого, уйдя в сторону, я повторил свою атаку. Урон 16. Мышь снова взвился в воздух. Но в этот раз сделал это куда ловчее, так что уйти от удара я не сумел. Но и шею подставлять не собирался, защитив ее свободной от оружия рукой. Полетели сообщения о полученном уроне и наложенных на мое многострадальное тело отрицательных эффектах. Больно, к слову сказать, мне было изрядно. Но вместо страха я испытал настолько неудержимую ярость, что казалось, будто я могу порвать мыша голыми руками. «Бей, как я учила!» подала голос, стоявшая в нескольких метрах от меня трасти. «Закручивай и дергай в сторону!» Ее советы были дельными, тем более, что вместо четких действий мне нужно было только активировать скилл на панели игрового интерфейса, что я, собственно, и сделал. А потом еще и еще, и еще пару раз, пока висящий на моей руке мышь окончательно не издох и не повалился на пол мешком с потрохами. Опыт плюс двадцать семь. «Какого дьявола ты делаешь?» Зло рыкнул я на довольно улыбающуюся сиянку. «Он же меня чуть не сожрал!» «Но ведь не сожрал же!» Промурлыкала девушка и принялась перематывать мне руку неизвестно откуда взявшимся тугим бинтом с голубоватой пропиткой. «Тебе нужно вспоминать, кем ты был, иначе погибнешь. Кстати, можешь содрать с этой твари шкурку или вырезать мясо на обед. В наших условиях все сгодится». «Откуда у тебя этот бинт?» Поморщившись вместо ответа, спросил я, чтобы сменить тему. Зря я на нее накричал, ведь это очевидно была еще одна часть обучающего процесса, и девушка в первую очередь старалась для меня. «Вон на том стеллаже», добродушно отозвалась она, указав себе за спину. «На голодный желудок регенерация работает хуже, так что возьми несколько штук с собой. В твоем пространственном кармане места хватит примерно на пятнадцать предметов, так что проблем возникнуть не должно. И там же посмотри что-нибудь из еды, а я тут немного пройдусь». Минуя обрушившиеся куски крыши и металлических балок, я добрался до нужного места и осмотрел стеллаж. Металлический, погнутый в одном месте. Очевидно, что-то на него упало, но сам он устоял. Значит, сделан был на совесть. На верхних и нижних полках ничего кроме пыли и грязи видно не было, а вот на средней обнаружилось два свертка бинтов, в описании которых было сказано, что лечат они хоть и не быстро, но надежно. И действительно, с момента окончания боя прошло всего пару минут, а мое здоровье уже опять на стопроцентной отметке. И боль прошла. Будто не было никакой потасовки со злобным мышем. Забрав бинты, осмотрелся по сторонам. И с замиранием сердца заметил некий стеклянный ящик, похожий на наш земной холодильник. Так оно и оказалось. За стеклянной дверью и стенками хранились, судя по описанию, какие-то продукты. Вот только что это было, и как это кушать я не знал. «Трасти!» окрикнул я гуляющую в противоположном углу здания сиянку. «Посмотри, что я нашел!» «Отлично!» воскликнула она, беря в руки два из четырех бумажных продолговатых свертков. «Их даже готовить не придется, да еще и свеженькие! М-м-м-м!» Последнюю фразу сиянка сказала, принюхавшись к таинственным сверткам и покошачьей зажмурив глаза от удовольствия. «Что это? И как оно не испортилось?» недоуменно спросил я. «Электричества же нет в городе!» «На нашей планете, если ты и это забыл, электричество не используется уже примерно пять сотен седанских лет!» хмуро ответила девушка и развернула один из свертков. «Оказавшимся чем-то похожим на мясной рулет или скорее буженину!» Отломив себе половину, остаток свертка она протянула мне, а три других приказала убрать в пространственный карман. Что интересно, вес, который я чувствовал, беря продукты в руки, просто терялся, когда предмет оказывался в инвентаре. А заглянув вглубь сумки, я увидел только черноту неизвестности, от которой тело покрылось мурашками. Отринув панику и включив мозги, сумел догадаться, что пространственным он назван потому, что вещи, убранные в него, перемещались в некое магическое или любое другое таинственное пространство, где и хранились до тех пор, пока я не вздумаю их оттуда извлечь. Провернуть последнее оказалось проще простого, ведь при погружении моей руки в сумку открывалось окно инвентаря, в котором были изображены все имеющиеся там предметы. И как только одно из них было выбрано, его позволялось извлечь наружу. Закончив трапезу на ходу, мы прошагали еще примерно минут пятнадцать петляя средь развалин некогда прекрасного, по словам Трасти, города. И в результате вышли на небольшой пустырь, вокруг которого ровным кольцом лежали руины необычного крупномасштабного здания. Лишь каким-то чудом уцелевшая арка позволила нам войти в это странное место, а Трасти, оглядевшись, не смогла сдержать улыбку. Кажется, пришли. Покрутив головой с полминуты, сиянка решительно направилась вперед, пересекая чистый от осколков рухнувших зданий пустырь, так дико смотревшийся на фоне прочего беспорядка, что царил вокруг. Если бы это все происходило в реальности, а не в игре, я бы очень удивился, увидев практически нетронутую местным апокалипсисом металлическую дверь, висящую на смазанных петлях, что держались на довольно приличного вида стене. Подойдя к этой секретной двери, Трасти, используя свой небольшой кулачок, изобразила замысловатую мелодию ударами по металлу. Но ответ на это не последовал. Повторив процедуру три раза, девушка, видимо, исчерпала остатки своего небольшого запаса терпения и, активировав пальчиковую отмычку, провела ей по всему периметру двери, после чего та покорно распахнулась, открыв нам темнейший зев глубокого спуска. Зрение быстро настроилось на сгустившийся вокруг мрак лестничного спуска, который, к слову сказать, не выглядел заброшенным или тем более разрушенным. Спускались мы долго, даже слишком. Куда уж местному аналогу метро с его телепортационной платформой. Но спустя десяток минут и это испытание мы с гордостью преодолели. И наградой за это нам стал появившийся в конце туннеля свет. «Я пойду вперед», шепотом сказала сиянка и, сжав посильнее щупальца пула, обогнала меня и первая сошла с последней ступени этого загадочного места. «Стоять!» раздался вдруг грозный рык откуда-то из освещенного помещения. Разглядеть говорившего мне не удалось из-за непривыкших к яркому свету глаз. Но звуков сражения слышно не было, а значит все не так плохо, как могло бы быть. «Так-так!» раздался новый голос, плещущий ироничными нотками. «Да это же сама Трасти!» «Страх Баркана!» «Невидимый ужас всей Туталлы!» «А также легендарная проводительница отряда головорезов!» «Босх!» Радостно вскрикнула Трасти. «Вы живы?» Сцена с дружескими крепкими объятиями едва не заставила меня пустить слезу умиления. Нет, ну до чего техника дошла? Слезы счастья сиянки и радостные крики прочих здесь присутствующих выглядели столь искренними, что многим людям из реала следовало бы поучиться у этих программ. Я молча стоял в сторонке, с улыбкой наблюдая за этим хороводом радости и счастья. Но вскоре это занятие утомило, и, интеллигентно кошлянув, я привлек внимание хозяев этого помещения на свою персону. «Кстати, ребята, это мой новый товарищ!» Опомнившись, девушка обратила на меня внимание и, взяв за руку, вытащила меня на свет к шести любопытным парам глаз. Его зовут Вай. Вай, как там тебя полностью? Называйте просто Вай. улыбнувшись, искренне попросил я. Ведь выучить собственное имя я пока никак не собрался. «Он помог мне бежать с космического корабля пулов!» продолжила радостная девушка. «А как он щупальцем этим орудует!» «Мммм, вы бы только видели!» «Вай, позволь тебе представить моих друзей!» Взяв под руку, трасти по очереди подвела меня к каждому из собравшихся для рукопожатия и официального представления. Внимание! Задание «Друзья моих друзей» выполнено. Награда за успех. Репутация с фракцией «Головорезы плюс 500». Опыт «Плюс 200». «Головорезы плюс 500». Сноп искр заполученный уровень, взметнувшийся вокруг моей фигуры, едва не ослепил вздрогнувшего меня. Но хозяева этого места, кажется, ничего не заметили. Да, оно и к лучшему. Я ведь до сих пор не знаю, как эти ребята будут реагировать на игровые процессы и действия с моей стороны. Нужно будет побольше узнать об этом на форуме и раскидать свободные очки. Уже пора бы. Пока радушная хозяева и моя ненаглядная наставница болтали обо всем подряд, снова позабыв о моем существовании, я нажал на кнопку интерфейса и взглянул на свои характеристики. Имя Вайлентор. Раса Сиянин. Класс не выбран. Уровень 2. Характеристики Сила 5, Ловкость 5, Выносливость 5, Телосложение 5, Интеллект 5, Дух 5, Знание 5, Мудрость 5, Удача 5, Свободные очки 10, Сила физического удара 15-20, Критический удар 0,1%, Уклон от физических атак 0,05%, Скорость физической атаки минус 0,005 секунды, Здоровье 200 единиц, Регенерация здоровья 5 единиц в секунду, Сила энергетического удара 10 единиц, Критический энергетический удар 0,1%, Уклон от энергетических атак 0,05%, Энергия 125 единиц, Регенерация энергии 5 единиц в секунду, Навыки Двурукий уровень 1, Бонус плюс 1% урона парным оружием, Свободные очки 0, Умение Пилот уровень 1, 3 из 100 минут полета, Описание только простейшие средства полета, Первая помощь уровень 1, 1 из 10 излеченных, Описание простейшие и готовые средства исцеления, Акробатика уровень 1, 50 из 100 выполненных элементов, Бонус ловкость плюс 1%, Импланты нет, Религия старший бог не выбрана, Бонус нет, Младший бог не выбрана, Бонус нет, Профессии не выбрана, Репутация Головорезы 650 из 1000 Нейтральная Пулы Минус 20 тысяч Война Ого, у меня война с пулами, хотя и неудивительно, они ведь нашу планету уничтожили, а вот с друзьями Трасти пока нейтралитет, и в этом случае, как подсказывает интуиция, обучать меня никто браться не захочет, Значит, нужно где-то раздобыть еще 350 очков репутации с этими парнями и дамами, а уже потом к линии подбивать в вопросе моего самосовершенствования. Эй, а почему это летное время у моего умения всего 3 минуты? Я ведь на этом челноке вместе с Трасти летел не меньше 40 минут, хотя там был включен автопилот. Ну да ладно, еще успею наверстать. Боги-боги, не выбраны у меня боги, а где же их взять? Снова форум мне в помощь, да и про божественный знак нужно узнать поподробнее, а то ведь и вправду помру и начинать мне все заново. Сила удара, как я понимаю, отображает тот урон, который я могу нанести при помощи своего щупальца, а правит баллом у нас сила. Если посмотреть, сколько урона дает мое грозное оружие, делаем вывод, что за 1 очко силы можно получить дополнительно 2 очка силы физической атаки. Не густо. Но в перспективе хотя бы до того же сотого уровня цифра вырастет прилично, да еще и характеристики с оружия и одежды прибавятся. Перестав любоваться на свои характеристики, обратил внимание на продолжавших стоять на пороге помещения головорезов. Не такой уж большой отряд у них, как я погляжу. Или это все, кто остался после катастрофы? Спрашивать подобное я не решился. Да и думаю, мне эта информация ни к чему. Ведь уверен, что система поставила здесь ровно столько юнитов, сколько нужно для прохождения начального игрового сценария. Плюс один вопрос в мой список. Вся эта планета является полигоном только для обучения моей персоны? Или здесь есть еще кто-то из игроков? Хотя какая мне разница? Чем быстрее закончу обучение, тем раньше смогу начать исследование других миров и самого космоса. Ведь не по руинам же гулять? Я в этой игре сам себя запер. Тот насмешливый и ироничный голос принадлежал Босху, заместителю Трасти и ее правой руке. Такой же сиянин, только одет поприличнее, дорога чуть меньше. Что касается лица, у всех собравшихся они были очень похожими, будто все эти пять мужиков были родными братьями. Исключением из правила стала сиянка по имени Тата. Ее черты лица были отнюдь не мужланские, а напротив. Девушку можно было считать совершенной красавицей, рядом с которой даже весьма симпатичная Трасти казалась какой-то невзрачной и серой. Как бы глупо это ни звучало при описании расы сиян. Мужик в странном костюме, похожем на самодельную броню из небольших металлических пластин, оказался тем самым Тимом, который должен был рассказать и показать мне чудеса биоинженерии. Следующим в списке моих новых знакомых оказался небольшого роста и коротко стриженный сиянин с какой-то палкой за спиной и несколькими склянками, приклеенными к его кожаному поясу. Присмотревшись к описанию юнита, уяснил, что передо мной стоит некий мак-алхимик. Следующим моим знакомцем оказался мужик по имени Зарум. Из-за его спины виднелась рукоять настоящего сияющего какой-то магией меча, а на поясе висел пистолет замысловатой формы. К этому юниту я сразу же проникся некой симпатией, так как его манера сражаться была той самой, которую я планировал избрать для самого себя. А это значит, нужно с ним сдружиться и попытаться добиться от него пару уроков боевых искусств и стрельбы. Последним в списке оказался обладатель того самого баса, который первым встретил нас у лестницы. И, кстати, по словам Трасти, разглядеть сиянина я не смог не из-за яркого света, а потому что он был в состоянии невидимости. Как оказалось, этот юнит считался среди всей этой компании самым лучшим специалистом по невидимости и мог при ее помощи творить настолько жуткие вещи, что от одного этого знания у меня должна была кровь застыть в жилах. Устав стоять без дела, я сообщил своим новым знакомцам о том, что немного притомился с дороги и был бы не прочь немного вздремнуть. Меня с превеликой радостью выперли из общего зала, в котором развернулся нешуточный спор о чем-то видимо очень важном и проводили до одной из жилых комнат. Судя по тому, что я увидел по пути до своей опочивальни на этот вечер, впечатляло. Тут были и залы для тренировок с разными полосами препятствий и тренажерами, и комнаты, напичканные какой-то электроникой и футуристическими вариациями компьютеров. Да и просто само количество обжитого пространства заставляло удивленно опускать челюсть, особенно на контрасте хаоса и запустения, что царили несколькими сотнями метров выше над нашими головами. Комнатка оказалась далеко не королевским люксом, но и не убогой коморкой какого-нибудь забулдыги. Чисто и свежо. Окон никаких естественно не было, но в нашем-то положении я думаю это скорее плюс. Кровать и стол. Вот и все, что было в моем распоряжении, причем для чего можно было использовать второй предмет, я даже не догадывался, ведь ни книг, ни писательских принадлежностей я в этом мире пока еще не встречал. Постель полуторка оказалась весьма удобной, и оказавшись на ее поверхности, мое тело внезапно для самого себя осознала, что устала, и процедуру отдыха нужно было активизировать уже давно. Времени с моего входа в игру прошло чуть больше пяти часов, хотя кажется, что уже целая неделя, а если принять во внимание тот факт, что здесь время идет один к пяти с реальным, то и вовсе я должен устыдиться собственной усталости. Закрепив эту мысль, я зарылся в игровые вещи, пытаясь отаскать вход на форум и энциклопедию игры, и спустя пяток минут мне все же удалось там оказаться. В первую очередь я решил посетить именно энциклопедию, дабы разъяснить для себя пару вопросов касательно игрового процесса. FZ физическая защита физическая оболочка, дающая защиту организму владельца. Указывается в процентах, что говорит о процентном соотношении блокировки входящего физического урона по игроку. S энергетическая защита. Энергетическая оболочка, дающая защиту организму владельца. Указывается в процентах, что говорит о процентном соотношении блокировки входящего энергетического урона по игроку. Так, значит, первое, это у нас разного вида броня, щиты и скафандры, надетые на уязвимые биологические оболочки аватаров. А второе, некая энергетическая оболочка в виде заклинания или силового поля. Как все оказывается просто и понятно. Смотрим дальше. Мудрость. Характеристика аватара, отвечающая за шанс нанесения критического урона энергетической атакой. 1 единица 0,02%. Шанс уклониться от энергетической атаки 1 единица 0,01%. И скорость воспроизведения энергетических атак. 1 единица 0,001%. Знание. Характеристика аватара, отвечающая за силу наносимого энергетического урона. 1 единица 2 единицы урона. Телосложение. Характеристика аватара, отвечающая за скорость регенерации здоровья вне боя. 1 единица 1 единица здоровья в секунду. Удача. Характеристика аватара, отвечающая за приятные неожиданности в игре. Что за бредовое описание? Они бы еще смайлик подмигивающий в конце поставили. А эти мудрость и знание. Раньше в играх обе их функции исполняла характеристика интеллект, а сейчас она повышает только количество энергии, а дух дает лишь скорость регенерации. И к чему все эти трудности и нововведения? Не найдя для себя еще чего-то срочного в изучении, плавно перешел на игровой форум, где собирался узнать побольше о сиянах, их родной планете и о начальных сценариях в целом. Первым делом решил заняться вопросом моего здесь поведения. И, как оказалось, не зря. Если вести себя при НПС открыто, крича о том, что это все игра, или выходить из игры в их присутствии, то несчастные программы посчитают тебя за сумасшедшего или шпиона, и репутация даже с тем, у кого секунду назад было при Вознесении, резко упадет на целый пункт, до почтения. Мне такого счастья не нужно, поэтому буду вести себя тише воды ниже радаров. Покинув одну страницу, устремился к поиску информации о местных богах. Погуляв по просторам сети, выяснил, что оказывается в этой галактике религия играет чуть ли не главную роль в прокачке героя. Существует три ранга божеств и восемь их пантеонов. Самой главной из всех богов является некая мать-создательница по имени Анастера. По легенде, именно ей взбрело в голову создать всю нашу галактику, а вместе с ней и восемь старших богов, которые являются главами своих пантеонов. В каждый пантеон, помимо главного бога, входит еще по девять младших божеств. И что самое интересное, каждый из них, если ты сумеешь заручиться их дружбой, даст нехилый бонус к одной из характеристик. Точнее, относится это правило как к старшим, так и к младшим богам пантеонов, из многочисленного состава которых я должен буду выбрать только одного из них, а затем одного старшего бога и одного младшего, усердно им молиться, приносить жертвы или дары в храм и радоваться возросшим характеристикам. Самой матери-создательнице поклоняться также было возможно, но никаких бонусов это не приносило. Поэтому игроки просто игнорировали верховное божественное начальство и несли дары ее детям и детям их детей. К слову, о самих пантеонах. Их есть восемь, которые делятся на четыре противоположные фракции, на друг друга не переносящие и при встрече старающихся убить приверженца противоположной веры любыми способами. Итак, пантеоны. Порядок и хаос. Жизнь и смерть. Свет и тьма. Природа и технология. Если с первыми семью группами мне было все предельно понятно, то с последним, технологическим, я немного затормозил и решил отыскать более подробную информацию об этом пантеоне. Как выяснилось, помимо обычных фэнтезийных и прочих мистических божеств, создатели игры решили добавить неких технобогов, которые по легенде даровали галактике космические технологии и прочую электронную и механическую составляющую игрового процесса. Главным богом в этом пантеоне числилась некая терма, поклонение которой давало игроку аж 25% к характеристике знания. С другими старшими богами дела обстояли точно так же, только характеристики они давали другие. И каждый свою. Пантеон света повышал дух, тьмы — интеллект. Порядок даровал верующим прирост к силе. Хаос на четверть увеличивал ловкость. Природа обеспечивала игроков выносливостью. Жизнь усиливала телосложение, а смерть — мудрость. Из всех характеристик осталась неудел, только странная удача, описание которой мне так не понравилось. Но начав изучать младших богов, коих в каждом пантеоне было аж по 9 штук, обнаружил, что есть все же способ поднять эту мутную характеристику, но лишь на 10%, так как именно такое количество бонуса к характеристике давало поклонение младшим богам. Разобравшись с богами, перешел таки к изучению таинственного божественного знака. Такая вещица, выглядящая как обычная татуировка на одной из частей тела по выбору игрока, ставилась непосредственно самим старшим богом, в тот момент, когда он приносил ему клятву своей верности, вместе с первыми своими дарами. Загвоздка была лишь в том, что по легенде боги не клеймили своим символом всех и каждого, даруя бессмертие и бесконечное воскрешение. Недостойных, по мнению самих богов-юнитов, они просто игнорировали. А тех, кому все же удавалось понравиться высшим созданиям, ждало некое испытание, выполнив которое можно было получить божественный знак. Все это было сделано для того, чтобы оправдать для ИИ НПС возможность игроков и некоторых своих собратьев возможность воскрешаться. И вот мне интересно, у Трасти и ее команды есть такие знаки? И они остались живы после катастрофы благодаря божественному вмешательству? Или же все они смертны и им просто чертовски повезло? Нужно будет поинтересоваться на досуге. Разобравшись с религией, решил копнуть информации по поводу местных классов. А то ведь так и наберу первых же навыков, которые подсунет система, и стану непонятно кем. Несмотря на количество пользователей, форум по этой теме был немногословен. В основном все сводилось к советам типа «Выбирайте то, что вам больше нравится». И с чем это было связано, лично я не понимал. Еще до входа в игру, мне на глаза попадалась статейка о том, что в этой игре люди могут опучиться чему угодно и носить, что захотят. Но если выбрать неправильное сочетание и сильно распылиться на несколько характеристик, то получится ни рыба, ни мясо. А следовательно, и пользы от такого игрока не будет. Значит, нужно разработать какую-то свою концепцию прокачки и двигаться в ту сторону, которая привлекает больше. Что ж, для себя я решил уже давно. Пистолет в левой руке, а меч в правой. И для этого у меня уже есть навык двурукий, который поможет укрепиться в этом направлении. Вот только и мечи, и дальнобойное оружие здесь бывает как энергетическим, будь то магия или техноплазма, так и физическим, вроде стрел, болтов, металлических пуль и холодного оружия разнообразных мастей. Выбери я для себя лазерный меч и огнестрельное оружие, буду вынужден качать минимум три характеристики, а лучше все четыре, таких как сила, ловкость, знание и мудрость. При этом придется совершенно забросить прочие показатели, отвечающие за количество здоровья, энергии и скорость их регенерации. Хорошо, последнее можно поднять при помощи опции вещей, которые вскоре у меня появятся. Но все же при таком раскладе я буду весьма посредственным бойцом двух фронтов, проигрывающего обоим из-за двукратного превосходства характеристик любого из тех, кто выбрал единый путь развития. Но если взять, допустим, только энергию, стать магом или лазерным воином, то доступная мне энергетическая защита не сумеет уберечь хлипкое тело от шальной свинцовой пули или стрелы, выпущенной метким лучником. Нужно больше информации. Зарывшись в форум, листая страницу за страницей, сумел таки найти верное решение своей проблемы. Различные расходники и самые интересные фамильяры, дроиды и прочие помощники игроков. С первыми было все весьма просто. Если ты играешь за воинов в сияющих доспехах, то в магазине магических товаров легко можно купить свиток волшебного щита. А при игре за нечто энергетическое существовали эликсиры каменной кожи или их аналогов. С пэтами все оказалось куда как сложнее, и достать их не так уж просто. Однако эти ребята стоили тех мучений, на которые шли игроки ради добычи своего верного помощника. Получая такое существо, игрок мог повышать его уровни и развивать способности по собственному усмотрению и нужде. Список существ и способ их добычи прикреплен к информации не был. Но это и не требовалось. Ведь планет в нашей галактике много, и кого куда занесет, было трудно предугадать до определенного момента прокачки. Покосившись на нераспределенные очки характеристик, решил слегка повременить. Хотя умение акробатика непрозрачно намекало на то, что лучше бы мне не терять такой бонус и начать качать ловкость. Однако сомнения в моей душе еще витали. И скрипя сердце, я закрыл окно с перечнем всех моих показателей. Порывшись в сети еще немного, ища ответы на более мелкие свои вопросы, смог выяснить, что навыков у каждого игрока может быть не более трех. Качать которые он сумеет только при помощи дающихся раз в пять уровней очков навыка. Зато умений было доступно целых пять. Ровно столько же можно было бы провести генетических изменений в своем организме при помощи имплантов. Этот вопрос меня немного взволновал. Как угадать? Какое из них ставить? А вдруг из следующего моба выпадет куда как лучший экземпляр? Но успокоить меня сумела одна статья, в которой подробно описывался процесс использования такой полезной штуки, как импланты. Оказывается, я мог в любой момент извлечь из своего тела ненужную мне модификацию и заменить ее на новую. Но не самостоятельно, а при помощи умелых рук генного инженера. Что интересно, если в процессе сражения игрок терял часть тела, в которую был вживлен имплант, все бонусы этих модификаторов также пропадали. И если не поднять оторванную часть тела и не извлечь из нее импланты, то рука или нога, конечно, отрастут, благодаря характеристикам регенерации здоровья. Но сами предметы терялись уже навсегда. Проведя на просторах интернета добрых пару часов, я решил для себя, что уже достаточно отдохнул. Мой серокожий аватар поднялся с постели и, потянувшись, направился прочь из комнаты, не забыв прихватить грозное боевое щупальце. Нужно было скорее добивать репутацию с этими гостеприимными товарищами и приступать к тренировкам. Иначе до первого своего храма я буду добираться еще очень и очень долго. А может быть, и вовсе не доберусь. Если враги на моем пути окажутся куда более проворными и сильными, чем я смогу себе позволить.